Муравейник. Именно так сейчас выглядит стройплощадка детского сада по улице Малышева в Лазаревке. Активизироваться рабочим пришлось после визита мэра курорта. Он остался недоволен увиденным. Поручил держать объект под постоянным контролем. Сейчас строители везде. Снаружи, внутри курсирует и техника. Солнце буквально в считанные минуты сменяется проливным дождем, но строители готовы к сложным условиям. Для работы в темное время суток завезены спецприборы. Две смены организованной работы на объекте. Это внутренние работы отделочные, наружные отделочные, благоустройства и сети. Произведен ряд подготовительных мероприятий. То есть, это были устроены навесы из целлофана, из полиэтилена на фасадах, чтобы люди, невзирая на непогоду, могли производить работу, не срывая сроки. Сейчас на объекте трудится более 200 человек. Работу ведут, что называется, по всем фронтам. «Окончание строительства этого детского сада, он для нас, для района очень важен, этот детский сад. И мэр поставил задачу 1 декабря сдать в эксплуатацию этот детский сад. Что мы и сделаем. Кровля у нас готова, всех корпусов. В настоящее время отопление подключено первых этажей уже. Буквально несколько дней мы закончим штукатурку всех практически помещений». Буквально сегодня запустили тепло. Подавать его будут от котельной, которую построили для спортивного комплекса, расположенного напротив. На сегодняшний день уже подали тепло на первый этаж и частично на второй. «Наш руководитель принял решение, что в связи с тем, что были некоторые упущения по увеличению мощности существующей котельной, то котельная обеспечивает спортивный комплекс отдельно стоящий, в том числе будет обеспечивать детский садик. Значит, уже поменять котел. Данные, как бы сказать, вопрос уже решается. Я думаю, что буквально в течение ноября месяца этот вопрос будет решен». Отделочные работы тоже идут довольно динамично. В ближайшее время будут завозить мебель. Строители сбавлять темпы не намерены, а значит, шансы, что стройку завершат к Новому году, достаточно высоки. В управлении образования уже определились с кандидатурой заведующей детским садом. Подбирают коллектив. Трудиться здесь будет порядка 80 человек. Открытие дошкольного учреждения с нетерпением ждут родители более 400 детей. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.